Привет, друзья! Очередная прогулка по берегу океана Атлантического, а если ближе, то пролива Соланд. Сегодня очень хорошая погода у нас. Нас радует эти пасхальная неделя и тёплые дни. Я постараюсь, чтобы ветер не дул в камеру, но если вдруг я приду и увижу, что он задувает, то я вам попробую просто перезаписать звук сверху. Будет ли это хорошо, не знаю. Не пробовала ни разу, но вот сейчас у меня есть уже программа специальная. Поэтому попробую я поставить звук сверху своего видео. Может быть, что-то поконкретнее вам расскажу. А сейчас, наверное, просто сделаю съёмочку, потому что, скорее всего, ветер сильный здесь, как обычно, будет задувать нам в микрофон. Вот здесь вот очень много встречается вот таких вот огромных каменных плит. Да, они даже, наверное, не каменные, или каменные из ракушечника. Он оброс, его не поймёшь. Вот видите, на нём вот эта цепь. Это, наверное, вы догадаетесь для чего. Вот там ещё один, видите, такой камень. Это, чтобы закреплять бакены. Не буду вас томить особенно, но мне кажется, вы и сами догадались. Вот закрепляется бакен, который потом вот там вот колышется на море. Вон он там красный, белый. Вот закрепляется на таких цепях, на таких камнях. Кстати, вот частенько можно встретить вот такие вот существа. Даже не вижу, боже, я вам их показываю или нет. Ну вот, видите, это живая такая штука. Она мягкая. И это что-то такое... Как они называются? Забыла опять. Довольно неудобно показывать. Потому что они тут в расщелинах. В расщелинах в самом низу под камнями. Сейчас вода ушла, поэтому они открыты. Во-первых, можно их посмотреть. А во-вторых, они спрятали свои щупальцы. Вот забыла, как называется опять. Ё-моё, да что ж такое. Вот я, как юный натуралист, когда-то все это знала, очень увлекалась. Они выпускают свои щупальца, когда покрывают водой их. И вот так вот на камнях живут. Здесь также множество вот таких ракушек. Они прилеплены очень сильно. Их даже ножом подковырнув с великим трудом можно оторвать. Но отрывать незачем. Они несъедобные. Вот живут на камнях. Когда они мокрые в воде, они смотрятся красиво. А это знаменитый фокус. И какой только живности здесь вы не встретите. И каких только водорослей разных всяких не увидите. Также гуляя здесь по побережью, можно найти ракушки довольно красивые. Но в основном гребешки и еще такие ракушки, вот из которых я делаю. Потом украшаю рамы, зеркал своих. Но вы знаете, странное дело, что они не каждый, не круглый год. А вот именно они больше зимой, осенью и зимой, их выбрасывает великое множество. А вот почему-то летом, весной, их практически здесь не увидишь. А я гуляла здесь довольно часто. Гуляю довольно часто. И вот вы знаете, однажды мне несказанно повезло, как скажем, да. Я гуляла и вот так вдруг нашла неожиданно платиновую цепочку. Она была очень грязная, заросшая водорослями. И в общем абсолютно неказистая. Я ее, наверное, и не заметила бы. Просто я так как ракушки ищу, я иду. Иду медленно. И я смотрю, какая-то веревочка блестящая. Я ее поддала ногой, как обычно. Знаете, наклоняться лень. Ну, я смотрю, она такая перевернулась. Вроде как серебряная мне показалась цепочкой. Довольно толстая. Но я, конечно, подняла. Подняла, стала смотреть. У нее на ушки, на застежке написано. Турецкая фирма. Не помню, какая это. Я потом принесла ее, конечно. Посмотрела опять по интернету, где еще мы можем найти всю информацию. И вот это турецкая фирма. Платиновое изделие. Высокой пробы. Она, по-моему, 9 грамм весила. Я ее почистила. Она выглядела очень красиво. И я ее, конечно, на ebay продала. За 170 фунтов. Очень даже неплохо. Так что иногда прогулки бывают весьма успешные по берегу океана. Как давно ее кто потерял, не знаю. Как ее вынесла сюда. Но еще было меня, что удивило, что она была застегнута. Вы знаете, она была застегнута. И ничего у нее не было поломано. Ни застежка не была поломана. И вот в таком виде она и валялась на берегу. Я просто подумала, что произошло с этим человеком, который потерял эту цепочку. Он что, голову вместе с ней потерял? Если она у него была на шее и она застегнута. Что произошло с его головой? Зловеще! Подумала я. Сейчас я просто брожу среди этих камней. И сейчас эти камни, они ростом с меня. Очень высокие. И вот, представляете опять, еще раз. Я заостряю ваше внимание. Вот посмотрите, как высоко эти камни. Они выше меня. И когда приходит вода, полная вода, все эти камни, они закрываются водой. Опять же, вот этот вот там наверху прогулочный пирсик, как я его называю. Вот пара стоит, и у них над головой. Сейчас вам не видно, но вот там вот лесенка наверх. И там этот пирсик. И вот этот пирсик, там вода под самый верх. Вот, представляете, на три метра поднимается вода. Дважды в сутки. Увидела издалека этот камень. Боже мой, мне показалось, что это кость динозавра, которую мы с вами видели в музее. Похоже, да? Я прям побежала на всех парах. Думаю, сейчас открытие еще одно совершу. Но оказалось, что это просто камень. Похожий. Вот эти еще ракушки. Она разбита, конечно. Но вообще я их беру, они смотрятся очень красиво. Они такие перламутровые. Да, вот странно, вы знаете, что я гуляю и не вижу ни одной ракушки. Вот, наверное, то, что я вам и говорю. Что они бывают в определенные только периоды, определенные сезоны. А от чего это зависит, не знаю. Наверное, может, у них мор наступает зимой. Немного выбрасывает на берег. А там опять на рейде стоят большие корабли. По-моему, это какие-то... Как они, которые возят контейнеры, как называются. Да, возят... Или это, может быть, нефтяные какие-то траулеры. Потому что контейнеров наверху не вижу. Но, судя по их ватоглинии, они полнехонькие. Видите, как они глубоко посажены. Если видно вам. Ну, вообще, я от этого далеко, конечно, от всего. Марина называется здесь. А это история морская. Марина. Теперь я поднимусь наверх и пройду обратно по персику, чтобы ноги не ломать. Тут еще попробуй проберись, называется. Видите, какие булыжники. Я подошла, конечно, к персику, но я не стала на него идти. Получается, мне ближе дойти до конца туда, уже к моей машине, чем идти к лестничке. Подниматься на персик. Ну, все, друзья, погуляли. Очередная морская прогулка у нас с вами сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Всего доброго. Берегите себя. Пока-пока.